Снежки Снежка любит играть как взрослые, так и дети. Правил безопасности при игре в снежки не так уж и много. Главное, снежок сильно не слепливать, чтобы не травмировать нашего оппонента. И внутрь снежка ничего не засовывать, чтобы не передать увесистость своему броску. Пойдем, мы сейчас поговорим о катании с горок. Пойдем. Тюбинг, или по-народному ватрушка, в рейтинге самых небезопасных видов транспорта зимой занимает первое место. Почему? Даже на пологих склонах он развивает достаточно большую скорость, чтобы в случае столкновения с каким-то препятствием принести ездоку тяжелые травмы. Также во время склона он неуправляем, потому что ноги сидящего в тюбинге находятся в подвешенном состоянии. И контролировать свое движение практически невозможно. В том числе при спуске с горы или со склона его может развернуть, вращать. И ты не сможешь вовремя остановиться, даже если заметишь препятствие. Следующий вид транспорта, о котором мы с тобой поговорим, будет ледянка. Как видишь, это уже повидало виды и наверняка испытало не один трамплин. И на этом я хочу остановиться поподробнее. На ней в случае прыжка с трамплина вся энергия удара придет к тебе на позвоночник и на копчик. А это чагивато, с серьезными травмами. Ледянка также развивает большую скорость, однако ноги ездока находятся ближе к земле, и ты можешь контролировать свое движение. А сейчас мы поговорим с тобой о санках. Нравится ли тебе кататься на них? Достаточно прочная алюминиевая и в то же время легкая рама. Сидящий в санках принимает анатомическое правильное положение. Единственная опасность, с которой можно столкнуться при спуске с горы, это если ноги запутаются в полозьях или в шлейке, за которой его, в принципе, и возят. Но если его держать в руках, то можно избежать опасности. Ты совершенно права. Еще одна зимняя забава – это катание на коньках. Катание на коньках. И может тебя не выдержать случай, если ты по нему будешь кататься, либо же ходить. Я предпочту покататься на оборудованном катке, так как там я точно знаю, что буду в безопасности. И здесь, под снегом, я не смогу точно узнать лед, хороший ли он для катания. Ты совершенно права. И последняя тема на сегодня – это катание на лыжах. Если ты катаешься не по специальному оборудованию на лыжне, а, например, ты хочешь, так сказать, дикарем поехать в лес, обязательно изучи карту местности. Возьми с собой полностью заряженный мобильный телефон и далеко не углубляйся в лес. И главное – помни о безопасности. Сейчас на улице довольно холодно, и когда ты идешь на горку, кататься на коньках, либо на лыжах, обязательно тепло одевайся. Ты все правильно сделала. Ты надела перчатки, укуталась шарфом и, по совету мамы, надела шапку. Поэтому твое катание будет не только веселым, но и безопасным. И главное на сегодняшний день – теплым. Алексей, большое спасибо вам за советы. До свидания. До свидания, Ксения. Ребята, берите советы Алексея на вооружение, отдыхайте безопасно, ну а я, пользуясь случаем, пойду прокачусь с горки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова